МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наверное, одним из самых ярких спортивных событий этого лета, да, пожалуй, и осени, стал чемпионат Киевской области по тяжелой атлетике среди юношей и девушек в возрасте от 15 до 17 лет, который прошел прошлую субботу в Славутище. Действительно, крепкие ребята и девчата Киевщины показали в трех потоках отличные результаты. Да, и сами спортсмены соскучились по соревнованиям. Одно дело – тренироваться индивидуально, и совсем другое – смотреть на соперников, участвовать в борьбе. Поэтому не случайно, когда на турнирах во второй половине дня пришли высокие гости, наш тренер Кальянский с удовольствием рассказал о первой половине турнира. Первый, второй поток, жаль, что уважаемые гости не видели. Борьба была очень серьезная. Килограммы серьезнейшие поднимали дети. Впервые ребята некоторые выполнили. И первый разряд, несмотря на этот юный возраст, и кандидата, и мастера спорта даже в этом возрасте показывали. Поэтому в результате упорной борьбы места распределились следующим образом. Девочки. Девочки в тяжелой атлетике на вес золота, поэтому они все заняли первые места. Девчата, спасибо вам. Но, прежде чем участники первых потоков получили завоеванные имена, для приветствия от гостей. В першу чергу хотим привітати з нашим професійним святом НЕФЦИЧНОЙ КУЛЬТУРІЦУ УКРАЇНИ! Хотим побажати всім, незалежно і в цей день, і протягом цього року, і наступного року здоров'я, сил, енергії, наснаги, більше позитивних емоцій. Саме для спортсменів отримати максимальний результат, показати найкращу техніку виконання, як кажуть, не головне перемога, а головне участь, і перемога важлива, і участь важлива. Не той спортсмен, хто тільки виграє, а той, хто програє, може встати і далі знову вигравати. Це найголовніше. Хотілося побажати сьогодні судійській команді чесного судівства, чесного. Спортсменам ще раз показати здатньо, вболівальниках отримати максимум задоволення від сьогоднішнього справжнього спортивного свята. І награждення за вклад в розвиття спорта Київщини. Нагороджується Юрій Петрович, калинський тренер, рекорд з важкою ефрески, багаторічну сумлінну працю та з нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту. Нагородити по чесної грамоти Київського обласного відділення Національно-Олімпійського комітету Ульяну Володимировну Єраскову. День фізичної культури і спорту – це наше з вами свято. Це свято здорового духу, це свято перемоги над собою, це свято здорового способу життя. І сьогодні це тренд в Україні. Я бачу, як розвивається напрямок здоровий спосіб життя, захоплення різними видами спорту, тренуваннями на спортивних майданчиках. А ми завжди готові підставити як влада, як міська влада, як державна влада плече і робити цих майданчиків якомога більше. Радий бачити в Славутичі всіх наших гостей, всіх учасників змагань. Сподіваюся, що ви отримаєте шаленне задоволення від того, чим ви займаєтесь. І формула успіху від міського голови дуже проста. Завжди перемагає той, не обов'язково, хто сильніший, а хто більше цього прагне. Тому що дух найголовніший. Вітаю всіх, бажаю всім перемог, бажаю всім гарного настрою, суперемоцій. І знову награду грамоти і сертифікатом на получення стипендії від міського голови получив член національної зборної України Владислав Овчаренко. І, конечно, дали приятна процедура – награждення золотими медалями дівчонок, участвовавших в чемпіонаті Київської області. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Отдельно стоит отметить и славучанку Викторию Карпец, которая на соревнованиях установила свой рекорд и подняла штангу весом на первый спортивный разряд. Подвести предварительные итоги выступления наших спортсменов мы попросили тренера главного суддю соревнований Юрия Петровича Каленского. Наши ребята выступили прекрасно. Ну, наверное, практически все показали лучшие результаты, потому что мы лето проживали, отдыхали, отренировались, и они в хорошей форме. Давно не было соревнований. Это первый старший, знаете, в связи с событиями коронавируса. Поэтому больше чем полгода мы на помост не уходили. И эти соревнования для нас очень важны. Потому что в конце месяца до 17 лет чемпионат Украины, в середине следующего месяца до 13 лет чемпионат, и в ноябре в середине до 15 лет мы готовимся. Сегодня эти соревнования были спорочными. Все три возраста мы просматриваем здесь на этих соревнованиях для того, чтобы формировать сборную команды первой области. И по нашим, наши ребята сегодня в 4 человека заняли первое место. Это Содаль Михаил, это Корпец Виктория, это Кубец Вадим и Грабовский Богдан. Корпец Виктория выполнила первые нормы первого спортивного разряда. Это очень хороший результат в этом возрасте. Я доволен выступлением наших ребят. Были и вторые, и третьи места. И сейчас вот мы продолжаем наши соревнования. Третий поток, в котором будут выступать все остальные участники соревнований. Поэтому у нас надежда на выступление еще есть. Есть у нас ребята, которые занять смогут достойное место. А пока готовились участники третьего захода, мы понаблюдали за теми, кто уже закончил соревнование. Дети остаются детьми, даже став победителями турнира. И, конечно, подкрепиться после соревнований – дело абсолютно обязательное. И в третьем заходе были интересная борьба, серьезные веса, огорчение от неудач и радости победителей. Десять обжиг – это самое сложное. Десять обжиг – это место. И, конечно, несколько лет. а какие-то, как я расскажу. Десять обжигаивание. Показать – это место. Субтитры подогнал «Симон»